Доброго дня, прошу. Наши природные геологические условия Беларуси все знают. 9 миллионов тонн мы добывали нефти, сегодня добываем 2. Примерно 2 миллиона, попутный газ и прочее. В чем дело? Мне объясняют, выкачали все. Я в это не верю. Такое вступление к нашему сегодняшнему совещанию. Поэтому будем говорить сегодня о белорусских недрах. Все полезные ископаемые – наше национальное достояние. Стратегический запас, принадлежащий народу. И только народу. Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс – пресная вода, бесценный ресурс в последнее время и многое другое. Но тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. А то, чего мы не имеем, но, как я только что сказал, рассчитываем иметь, надо искать. Ищем – плохо. Положились на одну компанию, на одного человека. Ляхов – хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну. Но это один человек. Он может ошибаться. Может, ему нужна поддержка для того, чтобы более масштабно вести изучение наших недр. К сожалению, этого я не вижу. Поэтому и не верю. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений, эффективности рационального использования их, а также внедрения самых передовых технологий – добычи, переработки и, особенно, в наших условиях, поиска новых полезных ископаемых. Состояние минерально-сырьевой базы и ее дальнейшее развитие мы обсуждали на подобном совещании 8 лет назад. К сожалению, за это время мало что изменилось. Поручения были даны, в том числе и при назначении нынешнего министра природных ресурсов, охраны, окружающей среды. Тогда мы с вами говорили, что в Беларуси неплохо изучены природные богатства, которые находятся на поверхности. А вот про то, что под землей, знаем далеко не все. Третий раз это повторяем. Поэтому надо наращивать геолого-разведочные работы. Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда, а не залог суверенитета и стабильного развития экономики. Я уже не говорю про Беларусь. Если бы мы сегодня имели 5 миллионов тонн нефти, а не около двух, как я только что сказал, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса. Минерально-сырьевые ресурсы – залог суверенитета стабильности экономики. Еще актуальнее это сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление. Пришло время сверить часы, найти решения для самых проблемных и недостаточно проработанных вопросов. Таких немало. Хотя, разумеется, у нас есть восьмя успешные отрасли. Тот же гигант, мировой бренд Беларуськалий, где есть собственная отлично отлаженная система от разведки новых месторождений до производства удобрений. Отдельное совещание по работе калищиков мы проводим регулярно. Поэтому сегодня сосредоточимся на других важных направлениях. В первую очередь, на углеводородах. Меня информируют, что на сегодняшний день промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 миллионов тонн. За 2016-2023 годы они приросли на 14 миллионов тонн, в том числе только в 2023 году на 2,5 миллиона, что является рекордом за последние 40 лет. За что-то есть? Применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тысяч тонн в год. Что дальше? 20 тысяч тонн – это слезы. Какие перспективы по разработке скважин? Что будем делать с трудноизвлекаемыми запасами? Насколько лет вперед прописаны планы по геологоразведке? Хватает ли собственных специалистов и оборудования? Что касается других направлений, картина, судя по информации, которую мне докладывают, не такая оптимистичная, как по калию и нефти. Да, правительство утверждает, что государственная программа охраны окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы успешно выполнена. При этом до сих пор нет единого контроля за разработкой месторождений. Сегодня многие ведомства наделены правом использовать недра. И, разумеется, каждый облюдет исключительно свои интересы. Например, дорожникам нужен песок. Только его из карьеры и добывают. Строители интересуют щебень, энергетику, торф. И если следующим слоем под ним там лежит какое-то полезное ископаемое, базальт или торф там лежит, под торфом этот базальт. Кто оценивает ситуацию и решает, добывать или нет? И оценивает ли, где курирующая роль Министерство природы? Знаю, такая задача вам ставилась больше года назад. Что изменилось за это время? Добыча полезных ископаемых ведется по всей Беларуси. И контролирующие органы докладывают, что зачастую эксплуатация и рекультивация карьеров идут с нарушениями. Причины они видят в недостаточном взаимодействии недропользователей и местной власти. По грязью бюрократии, бесконечных согласованиях, экспертизах, где надо, а где и не надо. А страдает дело. Я специально поручил пригласить сюда всех губернаторов, чтобы ни у кого больше не осталось вопросов, как работать дальше. Передо мной цифры использования производственных мощностей по добыче отечественного сырья в 18-23 годах, которые представило мне правительство. Пески стекольные и формовочные 39% производственные мощности по добыче отечественного сырья. Я называю 39% стекольные пески, глины, тугоплавки 47%, мел, мергель, глина и трепел для цемента 53%, доломит 38%, облицовочный камень 44%. Практически по каждой позиции должно быть 100%, если мы мощности создали. Работаем наполовину. Все нормально. При этом, несмотря на наличие достаточной сырьевой базы в стране, за прошедший год ввезли, импортировали галька, щебень, гравий почти 300 тысяч тонн. То, что у нас есть, потрачено более 18 миллионов долларов. Песков природных закуплено 50 тысяч тонн почти на 5 миллионов долларов. Огромные цифры. Цены на полезные ископаемые год от года растут. А мы вместо того, чтобы шевелиться и взять то, что буквально лежит под ногами, безропотно платим. И в результате, что мы имеем? Неполная загрузка производств, снижение объема выпускаемой продукции, что заведомо тащит вниз другие показатели. Вот свежие цифры по некоторым позициям экспорта. В прошлом году предприятия Минстрой архитектуры на четверть снизили экспорт щебня. Минэнерго почти в два раза меньше поставила за рубеж торфяной продукции. Разумеется, потеряли и выручку. Все говорят санкции. Для вас санкций нет. Ищите другие рынки. Есть вопросы и к научно-производственному центру по геологии, который занимается разведкой для всех направлений. Комитет госконтроля информирует, что технологические производственные фонды там изношены на 90%. Но, а куда вы смотрели до сих пор? Миллиорации изношены. Здесь изношены. А чего вы добивали эти основные фонды? И почему на 90%? Какие у вас умные люди? Уже оценили, что на 90%. Может на 88%? В 2022 году мною принято решение об укреплении материально-технической базы данной. За два года закуплено 21 единица современнейшей техники и оборудования. Результат. И как наша наука в целом работает для активизации и совершенствования геологоразведки? Есть ли у ученых новые методики, программы, прорывные технологии? Это вопрос к ученым, к Академии наук. Напоминаю, наша общая цель не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт. Упаси вас Господь, если хоть один раз, Роман Александрович, на моем уровне будет поднят вопрос по ввозу сюда продукции, и той, которую мы производим. Пеняйте сами на себя. Больше повторять не буду. Второй вопрос посредники. Тысячу двести раз об этом говорил. Разговаривать больше не будем. Наручники и туда. Неужели вы не видите, что происходит с этими посредниками? Вы же мне каждый день пишите. Давайте договоримся, что в год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы. Если есть системные проблемы, требующие вмешательства моего, говорите, решения будут приняты незамедлительно. В экономике нет и не может быть второстепенных тем, потому что от нее устойчивости зависит суверенитет нашей страны и благополучие нашего народа. Это самое важное. Спасибо.